Доброе утро! У меня есть знакомый парень один, молодой, способный такой парень, знающий, разбирающийся во многих вещах, особенно в автомобилях. Какой вопрос не задая, все знает. Какой двигатель у этого автомобиля, какой у этого, что в Nissan нехорошего, что в Mazda плохого, что в Land Rover классного, ну короче, все знает. И недавно он сделал такой шаг. За 5000 долларов неожиданно для себя и для окружающих купил мотоцикл. Тяжелый, здоровенный, красивый, вот такой спортивный мотоцикл. 5000 американских долларов. То ли Honda, то ли Suzuka, не знаю. Здоровенный, я сам не видел. Утром в обед купил. Мотоцикл прокатился, упал, сломал руку, разбил зеркало на мотоцикле. Чудом, этот упавший мотоцикл не въехал в дорогой автомобиль его приятеля. Осознал, что совершил глупость, что эта машина не для него. Позвонил владельцу, у которого два часа назад он оставил 5000 долларов. И попросил обратно вернуть все взад. Деньги к себе, мотоцикл к нему. Тот говорит, ну я могу, конечно, тебе помочь, удружить тебе. Исключительно из дружеских отношений. За две с половиной заберу. Мой знакомец даже спорить не стал. Немедленно согласился. Тот приехал, забрал мотоцикл, отдал ему 2500 долларов. И наносим расставить. Результат. У этого парня поломанная рука. Минус 2500 долларов. Только что было 5 в руках, теперь 2500. И опыт. Сын ошибок трудных. У владельца мотоцикла 5000 долларов в руках было. Осталось 2500. Но при этом вернулся мотоцикл. Итого у него мотоцикл и плюс 2500 долларов. Рынок. Никто никого не собирается ругать, плакать, уговаривать, подавать в суд. Хочешь, верить не хочешь, до свидания. Я хочу сказать этим вот что. Нужно хорошо понимать, что существуют законы, обойти которые мы не можем. Мы не можем эти законы обойти. Есть закон ответственности. За все. Каждый из нас за все ответит. За каждую секунду своей жизни. Каждое решение, которое мы принимаем, ведет к ответу, к ответственности. Мы расплачиваемся за свои решения своей жизнью, результатами, которые мы получаем. Ты на остановке спросил какую-то тетю, куда идет этот 12 маршрут, сел и приехал не туда. Тетя виновата. Нет, не тетя, ты. Ты поступил за компанию не в тот институт, и всю жизнь мучаешься, работая врачом, и ненавидя эту профессию. Кто виноват? Пацаны, с которыми ты за компанию пошел в место. Ты женился не на той женщине, и страдаешь всю жизнь, что она тебе козни строит, и ты ошибку совершил. Кто виноват? Ты виноват. В бизнесе. Ты влез в бизнес, не имея подготовки, и не имея таких целей, и потерял деньги. Кто виноват? Ну ты виноват. Послушайте, на рынке, в бизнесе, никто никого не ждет. Никто никого не собирается любить, не подписывается вытирать никому сопли. Там рынок, там конкуренция, там борьба, там суровые законы. Законы действуют. И только тот, кто имеет силу, кто действует профессионально, творчески, кто работает на износ, тот побеждает в этой конкурентной борьбе. Это же очевидно, абсолютно очевидно. Меня удивляет инфантилизм огромного количества людей. Все ведь просто на самом деле. Нужно хорошо понять первое, ведь закон успеха в любой деятельности, и вообще в жизни, состоит из осознания, чего ты хочешь. Но если ты хочешь вырваться из финансового дерьма, и перестать жить на зарплату, и почувствовать себя свободным, счастливым, успешным, крутым мужчиной, ну ты пойми тогда, готов ты платить цену за свой бизнес, или не готов? Чтобы не работать на зарплату, надо заниматься бизнесом. Но за бизнес нужно платить. Ты готов платить эту цену? Не знаешь, какая цена? Поспрашивай. Пойди в интернет, поинтересуйся у людей, только не у лохов, которые ничего не знают. А у серьезных людей, кто прошел этот путь, поспрашивай, сколько лет им потребовалось, чтобы из дерьма подняться до приличных денег. Какую цену они платили? А потом сопоставь свои возможности. Надо тебе это или не надо? Ты готов платить такую цену? С утра до ночи думать о своем бизнесе? С утра до ночи тренироваться? С утра до ночи общаться с людьми и получать откажи? Ведь любой бизнес прост, абсолютно прост, любой бизнес. Покупаешь дешевле, продаешь дороже. Покупаешь дешевле, продаешь дороже. Чем чаще это делаешь, тем больше денег. Чем профессионально это и легче делаешь, тем больше денег. Дешевле покупаешь, дороже продаешь. Если ты к этому не готов, то надо задуматься. Может быть, просто дергаться не надо. Если такая цена тебя не устраивает, но зачем? Зачем совершать ошибки? И так, надо понять, какова цель. Насколько сильно ты хочешь? Если ты хочешь мороженое, пошел, заплатил деньги. Если ты хочешь дом, пошел, заплатил деньги. Но если денег нет, значит, надо брать кредит. Если кредит ты взял, то ты должен будешь его отдавать. Ты же рассчитай, где ты будешь брать эти деньги? И с бизнесом? И с бизнесом? Ну, тогда ты пойми, что в бизнесе нужно совершать какие-то действия, которые приводят тебя к успеху. А эти действия не всегда нам понятны, не всегда нам поддаются сразу, не всегда они бывают успешными. Требуются усилия. Мне недавно, да не недавно, а много раз я такое слышал. Один раз я помню, мне человек говорит, Олег Григорьевич, вот я вот уже второй месяц, вот вы рассказывали, я слушал, и других людей слушал. Вроде все правильно, вроде все. И я решил, что почему нет? Я всю жизнь проработал инженером на заводе. Я хороший инженер, я люблю железо, металл. Я вот этим всю жизнь прожил. Но зарплата безобразная, но уже невозможно. И я решил попробую заняться бизнесом. Вроде все ясно. Вы там какие-то рассказываете вещи, но я считаю, что надо все действовать по-другому. И я вот сделал, вы правда этого не советовали, но я так сделал. Я расклеил объявления, целых 100 штук, потому что продукт хороший. Я подробно в этом объявлении изложил качество продукта, чтобы люди осознанно шли на покупку. И вы представляете, какой кошмар? Мне из 100 расклеенных объявлений позвонил только один человек. И тот был пьяный. Я ему час рассказывал, он так ничего не врубился. Видно, сильно пьяный был. Пожалуйста, помогите мне как-то сбыть этот продукт. Или заберите у меня его. Хотя бы за полцены. Что-то какой-то бизнес фигня не работает. Послушайте, ну это же, это же, это же не серьезно. Это как-то не по-взрослому. Дело в том, что когда ты принимаешь какое-то решение, нужно понимать, каковы последствия. Чтобы осознавать эти последствия, нужно иметь знания, хотя бы элементарные. Причем не вообще знания, а специальные знания. Многих, например, начинающих бизнесменов не поддерживают в семье. Некоторых жена даже бьет полотенцем на кухне. Теща восстает. Потому что, если почитать истории, людей, которые стали богатыми, они затратили на это не год, не два, не три, не пять, а не в три и не десять. Они начинали снова, с ноля, с полного банкротства. Ни один, ни два, ни три, ни пять раз. Это цена. Такую цену приходится платить. Рушатся семьи. Если, это не всегда так, нет, я драматизирую специально, но я хочу, чтобы вы понимали, только ты, только я, только каждый из нас, принимая решение, о вступлении в какой-то бизнес, несет ответственность за его результаты. Это мое личное, частное дело. И когда ты что-то покупаешь, думаешь, ты купил килограмм колбасы, надеясь, что там чистое мясо, оказалось там соя в перемешку, со специальными ароматическими добавками, с добавлением туалетной бумаги. Ты разочаровывал. Вся мясо-молочная промышленность тебя больше не устраивает, и больше ты колбасу не покупаешь. Ну, и ты плачешь, и рыдаешь, и пишешь во все организации письма. Ну, мы же взрослые люди. Ты купил рубаху, она постиралась, и села, и больше ты уже одеть ее не можешь. Ты разочаровывал. Больше ты рубахи не покупаешь. Но послушайте, мы же все время делаем какие-то действия, и каждый раз должны осознавать, к чему это приводит. Нести ответственность за свои поступки. Точно так же и бизнес. Точно так же и бизнес. Слишком высока цена успеха настоящего. Если тебя устраивает не самый высокий успех, зачем громоздиться на Эверест? Если ты не можешь на холмик забраться, задыхаешься, ну, зачем ты ставишь себе задачу подниматься на Эверест? Если ты свою собственную речку переплыть, боишься, то зачем ты делаешь себе задачу переплывать Ла-Манш? А то и Мировой океан. Ну, зачем? Как-то по-мудрому же надо. Ну, по-простому. Попробовал потихоньку, убедился, не мое, не идет, я слабый. Или это просто не мое. Я сильный, но в другой области. Ну, логично же. Нет, человек, не подумав, возбудившись, как 15-летняя девочка в кино насмотрелась, стать актрисой, все, пишет в своих дневничке, обливаясь слезами, что теперь она будет Мерлен Монроу. Ну, мы же взрослые мужчины. Подумали, взвесили, разобрались, выяснили, уточнили, прочитали, поразговаривали с народом, примерились, посоветовались с женой, с мамой, с папой, с тетей, с девушкой, прикинули, попробовали. И тогда пошли в эту сетевую индустрию. Логично. Если посмотреть на предпринимателей, которые работают в продажах, кто тебя будет учить, кто тебе будет советовать, кто тебе будет вытирать нос, кто тебя будет убеждать, уговорить. Тебе сказали, в налоговой надо столько денег. Тебе сказали, чтобы открыть, надо вот эти все бумажки подписать, взять, кидать, туда идти. Сказали, тебе сказали, что будут, придут проверяющие, контролеры, и каждый раз надо будет что-нибудь там накрывать, отстегивать и так далее. Тебе сказали, что вот это вот стоит столько-то. Тебе сказали, что вот этот вагон будет столько-то стоить. Тебе сказали, что у тебя может сгореть вот это. Тебе сказали, что у тебя могут не покупать, потому что толпа конкурентов будут тебя мочить. Тебе сказали, а они сказали, ты не знал, ну и хрен с тобой. Ты занял 250 тысяч долларов в банке, а доллар взлетел, и ты теперь не можешь выплатить. Ну и что? Вешается, ну вешается. Какие вопросы? Какие вопросы? Такова жизнь, говорят бизнесмены. Поэтому, когда человек вступает в сетевой бизнес, он должен хорошо осознавать, что зарплата, которую так все ругают и клянут, это хорошо, потому что она как правило гарантируется. Пришел, отбыл, отработал, ну поругали тебя там, ну покомандовали, ну задержали зарплату, ну поватерил начали. Ну бывает, но зато гарантированно. А как только ты вступил на тропу бизнеса, знай, здесь стоят мины, здесь кругом враги, здесь существует риск. Ты можешь потерять все свои 225 долларов. Это правда. И не только. Ты можешь разочароваться, у тебя может не получаться долгое время. Я желаю вам удачи. До свидания.